Привет, мои дорогие друзья! Пока загружается планшетик, чтобы вам показать одну интересную новость. Хочу поздравить всех одесситов и себя лично. Сегодня, 10 апреля, день освобождения Одессы от фашистко-немецких захватчиков. Аааа, круто! Вот это было жесть в истории. Так, всё, с праздником поздравил. Поздравляйте меня, как одесситов, всех одесситов. Хороший день. Сегодня замечательная погода. 23 градуса жары в тенёчке. А на море даже страшно представить. Но мы дома, как обычно, занимаемся нумизматикой. Итак, грандиозная новость. Сейчас вы немножко удивитесь. Я буду вбивать пояс пока. Хочу немножко поговорить об инвестициях. Вот, знаете, вот я сейчас покажу вам кое-что. Это вот как раз видео про тех людей, у кого стальные яйца. Потому что без стальных яиц инвестиции не инвестиции. Вот, смотрите, что я пишу. Читаете, да? Это может быть было долго. Лажа какая-то, блядство. Долбанный, блин, планшет. Это просто жесть. Сейчас на паузу зажму. Пусть это виснет, чтобы вы не ждали это всё. Вот, грузится. Австралия, лебедь, 2002,19. А, как вам цена? 1740. Одно предложение на Виолити. Вот это красотка. Теперь едем дальше. Сейчас мы тут посмотрим цену. Давай, раздупляйся. Та ты что на приколе, а? Ну, посмотрите, что происходит. Ждем, ждем, ждем. Аааа, какие цены. Посмотрите. Офигеть, а? 1640. Самое дешевое предложение. И 2000. Фантастика. Вот она, красавица. Австралия. Лебедь. Третий. Тираж. 25 тысяч штук. А всё из-за, знаете чего? Какие красивые монетки. Всё именно из-за этой монетки. Вся движуха из-за этой монетки. Это четвертая монета в серии. Правда, 10-унцовка. Но, не важно. Одна унция. А, нет. Одна унция. Да. Одна ОЗ. Это четвертая монета в серии 2020 года. Цена у неё в закупке сейчас уже в районе 45 долларов или выше. В интернете самое дешевое предложение, которое я видел на данный момент. Там что-то в районе 1300 с чем-то гривен. И это будет топовой монетой. Потому что, если взять Австралию первую монету в серии. Вот так она выглядит. Сейчас. Вот. Первую монету в серии, если взять. То первая. Ну, вот как-то не так она симпатично выглядит. Как последняя. Ну, скажем, четвертая. Да? Вы посмотрите на разницу. И это один лебедь. То есть, смысл покупать первый за 100 долларов. Ну, там 85-90 долларов. Когда можно взять последний. Посмотрите, насколько он красивее на данный момент. И это тоже один черный лебедь. И в этом году произошел именно этот прикол. Все в жопе. Кризис и так далее. Вот он. Черный лебедь прилетел. Но здесь белый лебедь. А? Как вам? Мы все говорим. Черный, черный. Австралийский лебедь. В этот раз Австралия сделала белого лебедя. В этом и весь прикол. И есть возможность. И вероятность такая. Что значит в этом году позитивно должно быть все. Черный лебедь уже был. Три года назад. В общем, тема с лебедями. Это такая мистическая. Но суть в том, что эта монета очень красивая. Реально здоровенный лебедь такой. С огромными раскрытыми крыльями. Красивая монета. И я думаю, у нее будет достаточно серьезная перспектива к росту этой монеты. Во-первых, закрыты границы практически все. Купить монету крайне сложно. Например, это в России. Вот цена сейчас 1300 с чем-то гривен. Такая монета стоит. Но там даже по городу перемещаться уже немножко стремно и опасно. Менты могут поймать, там завалить вопросами куда, чего, откуда. И если вдруг окажешься не в том районе, ни по значению, ни к месту, то можно схлопотать штраф. И монета может стать просто золотой. Вот такие приколы. И поэтому третий лебедь начал свой рост. Во-первых, опять же, связано с тем, что границы закрыты. Монета очень красивая. Такая семейная пара. Скажем так, с ребенком. Офигенный подарок на свадьбы и так далее. То есть, эта монета на все времена. Именно третий лебедь. Четвертый лебедь просто красивая монета. Для тех, у кого уже есть серия монет. Но все равно этого лебедя хочется приобрести. Потому что очень красиво сделанная монета. Так что, в чем прикол насчет стальных яиц. Я продал эту монету буквально на прошлой неделе за 1250 гривен. Еще человек что-то там думал, брать не брать. А потом мне недавно написали сообщение. Спросили, а остался ли еще у меня такой лебедь. Я такой думаю, ну дай-ка гляну, что происходит с ценами. Я как зашел и офигел. Представляете, рост цены какой бешеный. Вот так вот. Не удержал монетку и провтыкал. Поэтому тренируйте свои, как говорится, кокинаки на держание монет. Я не выдержал и решил продать. А в итоге чуть-чуть, мне кажется, потерял. Не факт, что сейчас прямо будут покупать по 1700. Но посмотрим на ситуацию, когда кризис закончится. Сколько будет стоить такая монета, когда откроют границы и так далее. У людей появится больше денег. Есть возможность, что цена монеты еще больше подорожает. Понимаете, к чему я клоню? Вот такие вот возможности дает кризис. В кризис кто-то может потерять, а кто-то может заработать. И на деньгах это, в принципе, вроде бы я вам попытался показать. Самая дешевая монетка 1600 с чем-то там гривен. Вот такие дела. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока.